приветствую вас уважаемые подписчики и гости вы на канале личного подсобного хозяйства zizifus у нас наш сайт zizifus buy ссылка в описании данное видео она она говорит о том показывают то я короче на комментарий интернетного тролля под названием лон и онеску вот для него показываю в первую очередь для него я полагаю что непременно зайдет на канал и посмотрит это я ему говорил о том что я сниму человек не верит что в беларуси у меня растут инжиры zizifus и гранаты фихоа хурма ну и так далее я показываю то как есть в натуре нравится это кому-то не нравится но так она у меня есть так она у меня растет и так она и будет значит вот так выглядят растения после это у нее комментарий был на зиму после зимы растения были как после зимы 17-18 года это к растение выглядят после зимы 18-19 года температура нас опускалась не низко до минус 12 может как раз проверном кратковременно утром где-то было до минус 15 так вот вот так вот вы ничего не трогал как она есть так она есть так вот она все выглядит я просто хочу показать сорта инжира тут далмацкий их молодой кустик посажен то что я помню финиковый рандина муасон и так далее не суть важно вот как они выглядят значит те кусты где были удалены фиги они повозревали где не дошли руки по удалять они не повозревали вот как муасон он как бы цвет набрал но нафиге не высосил не вызовет средина ноября и уже не знаю сколько там останется времени до морозов мороз все полечит адриатический белый тоже это фига мягкая ну не знаю но на тоже не может зрелая может и зрелая но не суть важно для него там дело так вот так выглядят растения господа ничего не вымерзла никто не поза ту зиму ничего не пропало за исключением как я тогда показывал 1 подмерз был гранат иранский вот он и бирка висит но он отошел от молодился и нормально он себя чувствует тоже под три метра уже подкатил ну вот как то так так далмацкий что-то повозревала нет не совсем вот ну еще сидит значит нанесла в этом году я уже говорил в одном из роликов в ряд большой нанесли поздневесенние приморозки они побили хурму здорово побили хурму гранат немного буду выжил вызвел то что осталось вот инжиры ну вот как вы видите что-то что-то повозревала что-то не повозревала стоит котел но он даже не подключен конечно он будет работать когда все отремонтируется я все сделаю чтобы подтапливать зимой какой смысл тут вообще топить что-то было если тут сплошные сплошная дрянь топить улицу было бессмысленно ну и так далее тут было два больших саженцев фейхоа один я выкопал я буду пересаживать буду для фейхоа отдельно делать теплицу мне достаточно саженцев я потом покажу чуть позже сниму на всякий случай так вот все перезимовала прекрасно две зимы эту зиму я говорю это была мягче зима прошлая зима была и 18 градусов доходила температура на улице зимой что на улице что внутри температуры одинаковая здесь только защита от ветров зимой и солнце и и зимой не прогревает до летом это работает я получаю большое количество температур и в которые позволяют вызревать потому что у меня растет фурме в том числе показываю второй саженец фейхоа который рос там в теплице который я весной выкопал посадил его в катку вот такую знаю сколько там 30 литров так вот даже после зимы выкопанный он он уже плодоносил был завязывал плоды вот тут было на нем пару цветков и он завязал плоды ничего здесь больше не цвело и не перепылиться ни с с этой стороны это с другой стороны значит тут у меня много саженцев фейхоа они ждут высадки в грунт для отдельной теплицы будет чтобы обеспечить семью с плодами фейхоа я о чем говорю говорю о том что написано что минус 12 максимально выдерживает фейхоа ну вот перед вами экземпляр который вторую зиму вы вот эту зиму значит 12 допустилась была температура пару ночей под утро а так было минус 10 самое максимально и прошла прошлая зима была ниже минус 15 было кратковременно даже 18 ну как видите все прекрасно выдержала и и даже заплодоносила поэтому я должен сказать что фейхоа выдерживает температуры гораздо ниже заявленных без особых на то проблем если конечно было оно росло летом в грунте оно было мощнее пышнее ну вот значит я думаю что я ответил на вопрос на вопрос о том что растение выдерживают гораздо ниже температуры заявленных по морозостойкости ну конечно надо же их подкормить на зиму было соответственно соответствующими удобрениями так что удачи всем выращивайте и все будет нормально